Недели две назад палеонтологи области выехали в Тарановский район для научных исследований. Раскопки они проводят ежегодно, но в этом году исследователям крупно повезло. Они нашли останки древнего крокодила. Правда, оказалось, что найдено лишь несколько небольших частей древнейшего животного. Вот это те самые останки в виде щитков древних крокодилов. Жили они примерно 137-67 миллионов лет назад. Первыми сотрудники экспедиции нашли спиной и брюшной щиток. Кстати, последний сохранился в отличном состоянии. Здесь, на внутренней поверхности, хорошо видны места, где прикреплены мышцы. Кроме того, сотрудники экспедиции нашли и другие интересные находки. Обнаружили палеонтологи, останки древних моллюсков и окаменелости морских динозавров, называемых плезиозаврами и мазозаврами. Их в области находят достаточно часто, и в историко-краеведческом музее таких экземпляров немало. А вот останки древнего крокодила теперь эксклюзивный экспонат. Как рассказал участник экспедиции Андрей Андрющенко, древний телеозавр переводится с латыни как «ящер совершенный». Размер найденного крокодила был некрупным. Он превышал трех метров. Телеозавр – это древний крокодил. Вот сейчас аналог его называется, водится тоже, гавиалом называется. Специализированный рыбоядный крокодил с таким длинным, сравнительно узким рылом. Зубы специально длинные такие, клещеобразные, закусывающие, чтобы удерживать любого размера рыбину. Нашли исследователей фрагмент нёбной кости с носовым ходом, который тоже может принадлежать крокодилу. Однако, как говорит научный сотрудник музея, об этом пока рано говорить, потому что останки требуют более детальных исследований. Стоит отметить, что в Тарановском районе, где были сделаны эти находки, очень много окаменелости. Но многие из них часто собираются и вывозятся черными палеонтологами и не попадают в фонды музеев.